Сегодня стало известно о том, как люто встречали даже не сам Новый год, а его приближение в одной избе самого хоккейного села на Урале, а то и в мире. Вот как, например, наши коллеги из портала Е1 цитируют жительницу Курганова, что в Полевских краях, которая обитает по соседству и хорошо знает бедовую семью. В пьяном состоянии он облил жену бензином и заживо поджог, ожоге не менее 50% тела, то есть вся передняя часть тела у нее полностью обгорела. Конец цитаты, содержащий неслабую долю преувеличения в части злонамеренности пьяного мужа. Хотя про этого деятеля известно, что он типичный представитель подотряда «Издеватель, Гитлер и злодей», кухонный боксер и всяческий тиран, и даже тиранозавр. И у него чисто орнитологические проблемы с головенкой по пьяной лавочке. Как нахылкается, так у него из-за перепела кукушка улетает, а в этот раз еще и петух красный подоспел. Нажрался этот Вася еще 29 декабря. Далее цитата от главы пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых. «Решил бурно отметить наступление Нового года, принял чрезмерную долю алкоголя, что, естественно, не понравилось супруге. Конфликтная ситуация закончилась тем, что глава семьи зашел с канистрой в жилище и пригрозил все сжечь. Жене такой поворот дела не понравился, она попыталась забрать канистру с легко воспламеняющейся жидкостью. И в этот момент произошло возгорание, поскольку мужчина был в неадекватном состоянии». Тут прервем цитату, чтобы как раз поймать на хайпе ту самую соседку, тупо оболгавшую алкаша, что он где намеренно жену облил бензином и поджег. Не было такого, авторитетно заявляет полковник полиции, продолжим его цитирование. «Это ЧП могло закончиться летальным исходом, если бы он действительно женщину облил». Получилось так, что женщина, пытаясь спасти дом от пожара, схватила канистру, чтобы вынести ее в безопасное место. В этот момент и произошло возгорание. Отмечу также, что наряд МЧС не потребовался, загорелся только диван, его успели оперативно вынести на улицу. Конец всех цитат. Добавим, что тушить бедную женщину пришлось ее десятилетнему внуку, который убирал во дворе снег, прибежал на крики, в горящую хату вошел, бабушку спас, диван выкинул. Сначала ее экстренно госпитализировали в Полевской. Через два дня перевезли в Екатеринбург, в ожоговый центр 40-й больницы, где она сейчас, слава богу, идет на поправку. Муж Герострат стал образцово-шелковым. На работе взял отпуск по уходу за женой. В рот не берет ни капли. Каждый день из своего Курганова приезжает навещать любимую и всячески во всем клянется. По старой традиции, как и после многолетних переносимых побоев, жена заявление на него в полицию писать отказывается. Но органы уже сами готовы возбудиться в случае чего. Так сказать, обоснованное процессуальное решение они обещают принять после того, как поступит от медиков окончательное заключение о степени тяжести травм, полученной женщиной. Субтитры создавал DimaTorzok